Всем привет! Сегодня будем шить сумку. Поехали! Для сумки я выкроила такие детали. Основная деталь сумки. В видео я вставила схематический чертеж этой детали. Далее я выкроила обтачку. Просто верхняя часть основной детали по боковому шву 5 см. Также по основной детали я выкроила подкладку без верхней части, то есть без обтачки. На 3 см меньше, чем боковой шв в основной детали. Деталь подкладки должна заходить на деталь обтачки на 2 см. Это как раз припуски на стачивание подкладки и обтачки. Подкладку я выкроила из двух деталей. Сделаю шов внизу на дне. Для этого я добавила еще 1 см к боковому шву подкладки. Место под карман на одной части подкладки проклеила дублерином. Также я выкроила полоску для кармана под молнию. И две длинные полоски размером 90 см на 3 см. Это будут наши затяжки. Здесь еще должна быть одна длинная полоска для сумки ручки размером 7 см на 100 см. Я ее решила сделать уже позже, поэтому дальше про нее будет информация. Берем основную деталь сумки, складываем лицом к лицу, совмещаем боковые швы и стачиваем по боковому шву сверху вниз на ширину припуска. Ширина припуска у меня 1 см. Для соединения деталей я беру специальные прищепки, которые я купила на Алиэкспресс. Их можно заменить обычными прищепками или зажимами для денег. Сначала боковые швы, теперь нужно этот припуск настрочить на одной из сторон сумки. Для стачивания деталей возьмите прочные нитки, есть специальные для кожи. Настрачивать припуск нужно сверху вниз, до конца дойти у вас не получится, а можно оставить 3 см, не доходя до края. Припуск настрочила, вот что получилось. Отмечаю линию скиба, она мне сейчас понадобится. Совмещаю линию скиба с боковым швом. Линейкой отмечаю от бокового шва вправо и влево по 5 см. Эта линия должна быть перпендикулярна боковому шву. Таким образом мы сделаем объемное дно сумки. От угла до этой линии у меня осталось примерно 4,5 см. Уголки застрочила, теперь нужно срезать лишнее, оставив примерно 1 см. Аккуратно расправляю уголки. Беру детали обтачек, складываю лицом к лицу, сшиваю по боковым швам и настрачиваю припуски. Точно так же, как делали на основной детали сумки. Обратите внимание, чтобы припуски на сумки и на детали обтачки смотрели в разные стороны. Это нужно для того, чтобы избежать большой толщины. Совмещаю деталь обтачки с деталью сумки лицом к лицу. Совмещаю по верхнему срезу. Совмещаю деталь обтачки с деталью сумки. Совмещаю деталь обтачки с деталью сумки. Совмещаю деталь обтачки с деталью сумки. Совмещаю деталь обтачки зелены,既size у нить. Отмечаю места, где будут отверстия для шнуров, для затяжек. Отмечаю от верхнего среза 5 см, это будет верхняя точка отверстия, через 2 см вниз следующая точка, нижняя точка отверстия. Эти участки должны остаться незасрочными. Продолжение следует... Притачала обтачку к сумке, оставив незашитыми участки для отверстия под шнуры. Обратите внимание, припуски обтачки и сумки смотрят в разные стороны. Срезаю на уголках лишний припуск, чтобы уменьшить толщину. Также сделала надрезы к уголкам, чтобы проще было вывернуть обтачку. Припуски раскладываем в разные стороны и настрачиваем их вокруг отверстия по периметру. Настрочила припуски на все 4 отверстия. Выворачиваю обтачку, выправляю уголки. Продолжение следует... 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 Расправляем шов притачивания обтачки, чтобы он был строган на ребро, никуда не заваливался, ни на внешнюю сторону, ни на обтачку. И отстрачиваю обтачку, но не застрачивая отверстие. Субтитры создавал DimaTorzok На одной части подкладки я решила сделать карман с молнией. Здесь полная свобода вашей фантазии, вы можете сделать карман на молнии, накладной карман, можете вообще его не делать, если для вас это пока очень сложно. Таких мастер-классов на ютубе очень много, уверена вы найдете тот, который вам поможет. Собираю подкладку точно так же, как я собирала основную деталь сумки, кроме того, что я сначала сошью подкладку по нижнему шву, то есть по дну. Если у вас подкладка со сгибом, точно такая же, как и верхняя часть сумки, нижний шов делать не нужно. Потом точно так же, как верхнюю деталь, стачиваем по боковому шву и делаем объем, застрачивая уголки. Размеры все те же самые. Не забывайте оставить примерно 10 сантиметров открытого участка в любом шве подкладки сумки. У меня это участок на дне, если у вас там нет шва, можете оставить этот участок в любом из боковых швов. Это нужно для того, чтобы вывернуть сумку, когда мы пришьем подкладку к обтачке. Соединяем деталь подкладки и обтачки лицом к лицу, скалываем по боковым швам в промежутках и сшиваем по кругу. Продолжение следует... Выворачиваем сумку через оставленное отверстие. Делайте это очень аккуратно, резко не тяните, постепенно, по чуть-чуть выворачиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня есть специальное устройство для формирования косой бейки. Я его купила на Алиэкспресс, но он также продается во многих швейных магазинах. Если у вас этого устройства нет, можно сделать его из картона. В интернете есть информация по этому поводу. Я продеваю полоску в это отверстие, оно само загибает припуски с двух сторон. Мне остается только согнуть пополам эту полоску и получится шнур. Так как эко-кожа не заутюживается, как обычный хлопок, я просто фиксирую шнур прищепками. Если у вас нет такого устройства, вы можете фиксировать припуски с помощью клея, например, или скотча специального, и потом складывать шнур пополам. Скалываю очень часто, насколько это возможно, потому что припуски очень легко выворачиваются, и шнур может получиться неровным. Прокладываю строчку вдоль двух сгибов. Следите, чтобы верхний и нижний сгиб были на одной вертикали, чтобы никакой не заваливался внутрь или наружу. Продвигаемся по чуть-чуть, по одной прищепке убираем. Этот процесс не быстрый, но нам нужен хороший результат. Заготавливаем два таких шнура. Беру деталь ручки сумки. Эта деталь шириной 7 сантиметров, длиной 100 сантиметров. 100 сантиметров это примерная величина для каждого из нас. Эта длина ручки будет разной. Я потом отрегулирую ее, когда буду пришивать к сумке. Отмечаю с двух сторон линию на расстоянии 2 сантиметра от края. До этой линии я буду подгибать припуск. Ширина припуска получится 1 сантиметр. Приклеиваю двухсторонний скотч по середине этой линии. Я не приклеиваю скотч на сгибе припуска, там где будет проходить строчка. Если в иглу швейной машинки попадет скотч, то игла запачкается, нитка начнет рваться, мне это не нужно. Поэтому скотч приклеиваю там, где не будет проходить шов. Приклеиваю скотч с двух сторон и отворачиваю припуск наизнанку. Приклеиваю его. Приклеиваю скотч с двух сторон. Складываю ручку пополам, совмещая края, прикалываю прищепками. И отстрачиваю ручку с двух сторон. У одного края и у второго. Приклеиваю скотч с двух сторон. Приклеиваю скотч с двух сторон. Через отверстие в подкладке устанавливаю шнуры. Одни концы шнура входят с одной стороны сумки и выходят с другой. Второй шнур в обратную сторону. Приклеиваю скотч с двух сторон. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...